Елена Владимировна Хаймер и которые с удовольствием прослушивают, посещают, смотрят взрослые. Однако в это же самое время, в это трудно поверить, на педагогических форумах США серьезно обсуждается вопрос, а нужна ли нам музыкальная письменность. Именно поэтому я написала доклад о том, что, собственно, сейчас происходит, почему мы, ну, скажем так, докатились до такого состояния, что подвергаем сомнению само существование музыкального языка как письменного. И в моем докладе я рассказала о том, что если в математике центром обучения является цифра, если в обучении любому языку центром обучения является буква, то, к сожалению, до настоящего времени музыкальные уроки, ну, особенно вообще в образовательных школах, начинаются с изучения биографий различных композиторов. И, в принципе, даже если дети приходят в музыкальные школы, изучение центра музыкального образования, то, что должно быть центром, изучение музыкальной ноты тоже проходит очень странным образом. Музыкальную ноту преподносят как нотный знак, который изучается отдельно, звуки, игра с рук или по слуху, и теории. То есть, если, например, мы приходим обучаться чтению, то нам сразу дается буква, и рядом с буквой стоит обязательно картинка, которая помогает расшифровать фонетическое звучание этой буквы. А в музыке буква как бы растворяется, расщепляется на различные элементы. И именно поэтому мы дошли до того, к чему мы пришли. Сейчас подвергается сомнению само существование музыкальной письменности и необходимости изучать музыкальный язык как письменный. Дескать, музыкально-компьютерные технологии вообще повлияли на то, что теперь композиторством можно заниматься с помощью компьютера. И в этом, мне кажется, огромное упущение, которым нам надо заняться очень серьезно и восстановить уважение и понимание того, что музыкальная нота – это такой же важный элемент в обучении музыке, как цифра в математике и как буква в языке. Тысячу лет тому назад первым, кто соединил звук, букву и длительность, был Гвидоретинский. На тот момент длительность передавалась с помощью стиха, с помощью молитвы, с помощью григорианского хорала, то есть звучание, ноты и длительность соединялись с помощью речи. Сейчас наступил новый этап, и этот этап уникален, потому что сейчас с приходом музыкальных технологий возможно передать длительность любой ноты интерактивно в режиме реального времени. Именно поэтому, когда мне удалось соединить знак и звук и разработать интерактивную систему передачи длительности, именно поэтому огромным достижением нас всех является то, что с помощью кафедры музыкальных технологий Университета имени Герцена в лице Ирины Борисовны Горбуновой и консерватории имени Римского-Корсакова в лице Михаила Сергеевича Заливатного мы стали глубоко изучать процесс работы с музыкальной нотой как приединством знака, высоты и длительности. И нам удалось открыть множество интереснейших фактов, причем особенность этого проекта заключается в том, что мы не просто теоретизируем, мы изучаем процесс взаимодействия ученика со звуком ноты и длительностью на практике. И не просто на практике в каком-то одном классе или учебном заведении, но во многих странах мира, причем во многих странах мира на уроках индивидуальных музыки, групповых, с детьми различного возраста, начиная с двух лет, и даже с детьми с особенностями. И наблюдая за тем, как в течение лет эти дети от первого прикосновения к ноте, к звуку и длительности одновременно до глубокого, очень эффективного роста их всевозможных талантов и способностей, не только музыкальных, они приходят к профессиональной сцене. Они становятся другими личностями, потому что вот это взаимодействие развивает в них чувство самостоятельности, развивает в них чувство уверенности в себе. Это помогло нам, это дало нам очень обширный практический материал, который подтвердил гипотезу о том, что передавая музыкальный язык во всех проявлениях одновременно, мы даем совершенно новый виток развития музыкального образования, которое может быть использовано и в общеобразовательных школах, и в классах профессионалов, и просто даже в детских садах, и даже, даже яслях. Это удивительный, удивительный, необыкновенный проект, в котором принимают участие музыканты из разных стран мира, и я уверена, что вы познакомитесь сегодня с очень многими интереснейшими, интереснейшими докладами. Мы постарались сделать это для вас. И я думаю, что кафедра музыкальных технологий сегодня в Санкт-Петербурге это как флагман, как опора, научная опора для нового развития музыкальной письменности, которая станет, в общем-то, такой же доступной и понятной каждому ребёнку, как сегодня становится азбука с картинками или книга. То есть это, в принципе, прорыв, который может помочь нам сделать каждого ребёнка музыкально грамотным. Что ещё очень ценного в этом проекте, это то, что он объединяет и теорию, и практику, теоретические дисциплины и игру на музыкальных инструментах, особенно фортепиано. Он объединяет, то есть теоретиков и практиков, повторюсь, он объединяет поколения. Когда мы стали применять этот проект в домашнем обучении, в инклюзивном домашнем обучении, мы обратили внимание, что и родители, и дети, и бабушки, и дедушки занимаются одним и тем же чтением нот, игре на фортепиано или просто музыцируя, развивая голос вместе с аккомпанементом, они объединились, их объединила музыка. Мы обратили внимание, как такое обучение повлияло на академические концерты, которые из формальных превратились в праздники, когда дети не просто играют на сцене и любят это делать, но они любят слушать, слушать друг друга. То есть вот когда мы поставили в центр обучения ни что-либо другое, ни теорию музыки, ни биографии композиторов, а именно ноту, нота-звук. Когда мы повернули нотный стан ключами вверх, объединили, зрительно объединили линейки пространства с клавишами, ведь клавиши тогда становятся как бы линейками. И ребенок, играя на клавишах, он обращается с музыкальным текстом, это превратилось в нота-звук, как в азбуке буква «А» – арбуз, то есть знак и звук. И когда мы передали с помощью компьютерных технологий длительность звука, его зарождение, развитие и окончание, это перевернуло все, что было создано до этого, то есть практически с головы на ноги. И сейчас, я уверена, это даст толчок громадному количеству новых продвижений в научной педагогике. Этот проект очень интересный, и не случайно во главе его стоит университет имени Герцена. И не случайно мы так близко из Америки работаем с этим учебным заведением, а также с удовольствием работаем с Михаилом Сергеевичем Заливанным. Потому что в течение долгих десятилетий именно в России сформировалась очень строгая, стройная и работающая система обучения. Единственный недостаток этой системы был в том, что музыкальная нота преподносилась в разорванном виде. И сейчас, устранив этот маленький недостаток, мы можем достичь удивительнейших высот. Мы можем поднять музыкальное образование на совершенно новый уровень. Я очень счастлива работать над этим проектом. Я приглашаю вас всех принять участие в нем. И я уверена, что мы просто сейчас повлияем на историю развития музыкального образования. Я еще раз поздравляю всех нас с прорывом. Желаю вам также творческих успехов. И, конечно же, поздравляю вас с наступающими праздниками. Еще раз Елена Хайнер, Хьюстон. Всего вам доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!